Музыка Видите вот это разбомбленное здание? Это фактически, ну, можно сказать, фронт-линия. То есть линия разграничения сил иракской армии, потому что вот там вот с той стороны находится блок-вост. А дальше в этих полях начинается неизвестное. То есть, как нам говорят, что приближаться в ту сторону нельзя, потому что, может быть, поле заминировано, может быть, довольно много, скажем так, заложенных помп под камнями, когда ты наступаешь, и они взрываются. Здесь происходили одни из самых ожесточенных боев. Вот, и здесь до сих пор, на самом деле, неспокойно. Музыка 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 Люди, сегодня я покажу вам, как люди живут в стране, где последние 50 лет одна война сменялась другой. Представляете, вот прям здесь летали пули, и, честно говоря, прям жутковато. Очень жутко, на самом деле. Каково это? Выглядывать у себя дома из окна, вокруг которого все изрешечено пулями. Можно ли привыкнуть к заминированным машинам, взрывающимся смертникам, к тому, что твои дети играют в футбол возле разрушенной базы ИГИЛ, запрещенной в России группировки. Музыка Конкретно вот эта дорога была очень мощно заминирована. Дело в том, что вдоль нее проходят трубы, по которым течет нефть. При этом люди в Ираке невероятно дружелюбные. Когда узнают, что вы иностранец и говорите по-русски, в столице обязательно предложат за вас заплатить в кафе, а в далеких маленьких городах примут как самых дорогих гостей. Это обычный иракский рынок. Вот тут, значит, прейхмахерская. Тут торгуют какими-то орехами, чипсами, сигаретами и так далее. А посмотрите, что продают здесь. Это полноценный магазин, где продают калашниковы, М16, пистолет. Познакомлю вас с местной звездой, иракским Рэмбо. Это самый известный боец с террористами. Про него снимали мультфильмы, приглашали на мировые шоу. Тачка у него Land Cruiser, фактически переделанная в танк. Не бойся, это ракетница, но она не заряжена. Если я заряжу ее, тогда стоит бояться. Сейчас в крупных городах здесь спокойно, и в них с удовольствием ездят туристы, потому что в некоторых районах тут не менее кайфово, чем в каком-нибудь Дубае. Торговые центры, которые вообще не хуже наших. Бургер Кинг, там все есть, Пуауэй, Шмуавэй, там многие женщины ходят без хиджаба, то есть абсолютно светская такая реальная атмосфера. Но в некоторые районы ни туристов, ни иностранцев в принципе не пускают, потому что там до сих пор идут поиски головорезов, скрывающихся в горах. Но для нас сделают исключение. Прямо сейчас мы выезжаем в сторону фронтлайн, то есть линию разграничения, где находились блокпосты боевиков. Это Лядов, и сегодня я в Ираке. Еще несколько лет назад эта страна больше чем наполовину была захвачена террористами. Той самой запрещенной в России группировкой ИГИЛ. Что мы слышали об ИГИЛ? Да, это страшные дядьки, которые убивают всех подряд. Но мы видели все это по телевизору. А вы представьте, что это такое, когда весь этот ужас происходит от тебя буквально где-то в часе езды. Здесь были головорезы от этих домов вот настолько близко. Люди, мои ровесники здесь, в Ираке, которым по 30 лет на одном своем веку уже видели три войны. И при этом они все равно умудряются оставаться дружелюбными и очень гостеприимными. Это Лядов и как люди живут из Ирака. Доктор, у меня в последнее время начались прям приступы такие, раздражения, иногда даже гнева. Дело в том, что я очень много путешествую, и я часто куда-то езжу, приезжаю, и начинается этот дикий мандраж. Знаете, меня прям вот раздражает это. Потому что надо вот очень много времени уходить на то, чтобы, знаете, вот найти товар в интернете, самое главное, по хорошей цене. Ну, например, я нахожу товар по хорошей цене, но, например, без кэшбэка. Или с кэшбэком, но цена тогда уже не такая привлекательная. И меня вот это прям раздражает. Знаете, вот это открытые вот эти десятки вкладок, я вам покажу, прям вот посмотрите. И постоянно надо брать калькулятор, сравнивать. Это дико бесит. Я в какой-то момент реально начинаю испытывать злость. Не переживайте. Это сейчас распространенная проблема. И она довольно легко лечится. Letyshops. Просто вбиваем название товара и получаем по нему полный список предложений от разных магазинов. Здесь сразу и цена, и кэшбэк, который можно получить при покупке. Больше не придется открывать по 10 вкладок, мучиться с подсчетами и тратить напрасно время. Выбираем оптимальное предложение, переходим на страницу магазина и покупаем. В системе отображаются только актуальные акции и оперативно добавляются новые. Сейчас функция в тестовом режиме доступна на территории России и Украины, но скоро будет и в других регионах. И не забывайте, Letyshops это всегда про экономию. На странице поиска еще больше горячего кэшбэка. То есть повышение обычных размеров кэшбэка. Могут быть в 3, а могут быть и в 7 раз выше. Так что регистрируйтесь, если до сих пор этого не сделали, и знакомьтесь с функционалом сайта и приложения. А если вы давно пользуетесь Letyshops, то просто переходите по ссылке в описании и получайте максимальную выгоду от новых функций. Хорошего всем кэшбэка! Помните этих головорезов в черном? Их постоянно показывали по Euronews, BBC, всем мировым новостям. Они вечно бегали с гранатометами на плечах, ездили на самодельных тачках, сваренных из металлических листов, собирали какие-то дачные минометы из обычных труб. В общем, если не погружаться в вопрос, было ощущение, что это какие-то гопники растащили склад оружия и решили пострелять. А что, если я вам скажу, что это была, пожалуй, самая мощная группировка боевиков за всю историю, со сложнейшей структурой руководства? Во главе стоял условный президент Абубакра Аль-Багдаде, а вокруг него целое правительство, совет по шариату, своя разведка и подразделения безопасности, отдел пропаганды, финансовый департамент и, конечно, армия. Их ячейки появились во множестве стран мира, причем не только в Африке и на Ближнем Востоке. Малочисленные группы были в Европе, России, СНГ, но главным плацдармом были Сирия и Ирак. Общая площадь, которую максимально удавалось захватить запрещенной группировки, была сравнима по территории со всей Великобританией. Вы прикиньте? Они контролировали десятки поселков, сел, городов, где проживало 8 миллионов человек, тянет не на город, а на целую страну. Жестокие бои с головорезами длились три года, и к 2017-му боевики теряют 99% своих территорий. Но оставшийся 1% земель, а, возможно, и меньше, точные данные собрать очень трудно. Остается за террористами до сих пор. Эти территории находятся очень далеко от крупных городов. Например, в Багдад уже свободно возят туристов автобусами. Если вы тоже решите приехать, из соображений безопасности вам не дадут даже приблизиться к поселкам, где появляются боевики. Да я и не советую. Так, время 9 утра. Это самое сердце, можно сказать, Ирака, город Киркук. И прямо сейчас мы выезжаем в сторону фронтлайн, то есть на линию разграничения, где находились блокпосты боевиков. С нами едет целая группа бойцов спецназначения, то есть Special Forces, то, что называется. Активной войны там сейчас не ведется, но это, скажем так, самое напряженное место, самое близкое к позициям боевиков, которые все-таки еще существуют и периодически введут партизанскую войну. Открытых перестрелок сейчас там не происходит. Вот с нами выезжает сразу три машины сопровождения. Вот это наша машина. У сопровождающих нет бронежилетов, но много оружия. Пистолет на бедре, калашников в руках. Причем, зацените, чувак все время держит палец на курке. Одна машина сопровождает спереди, другая сзади. Переговоры только по рации. Она установлена в ногах пассажирского сидения. Лицо нашего водителя снимать нельзя. Он местный ФСОшник. Сам прошел всю войну с ИГИЛ, запрещенной группировкой. Мощный чувак. Здесь была самая сильная атака террористов ИГИЛ. Вот эта стена, да? Да. Стратегия сил заключалась в том, чтобы уничтожить все деревни позади этой горы и за ней, чтобы там не могли базироваться члены ИГИЛ, чтобы таким образом вести против них уличные бои. Они все равно через каждый километр строили свои крепости, но, как видите, они были уничтожены. Прежде чем въехать в зону, останавливаемся у шиномонтажа. Колеса поддувают и проверяют, чтобы нигде не спускало. Если что-то пойдет не так, уезжать придется по бездорожью. Выезжаем на трассу, где уже ни шиномонтажей, ни кафе, ни магазинчиков. Зато куча взорванных тачек, их здесь десятки, если не сотни. Когда идешь по Иракской пустыне, здесь огромное количество встречается вот таких вот машин. Она прямо у нее разбитый лобовое стекло и бомб. Она была подорвана. Почти все эти машины боевики минировали на случай, если сюда зайдет армия Ирака и решит ими воспользоваться. Когда зону уже освобождали, тачки пытались разминировать, но потом поняли, что проще сбрасывать бомбы с самолетов. Груда металла не так опасна, как вероятность подорваться. Жители, которые бежали из населенных пунктов, а основная война шла именно за то, чтобы повесить флаг на очередном поселке, укрывались где могли. Прятаться было негде, поэтому кучковались в редких зданиях посреди поля. Все семьи, которые бежали от войны, базировались здесь. Да, правительственные войска не разрешали никому двигаться по этой дороге и не давали официальных разрешений. И в итоге боевики взорвали это здание. От одного блокпоста к другому военная техника как будто становится мощнее и мощнее. Бронированные машины, как из американских фильмов. Вот аппарат, похожий на танк, но на самом деле это боевая машина десанта. Если спросить, страшно ли мне ехать вот в такие места, то, ну, с одной стороны, у них здесь действительно, они сделали большую работу, чтобы все было безопасно. У них через каждый полкилометра чекпоинты, всякие базы, огромные форты, партификационные сооружения, рвы там прям очень мощные. Здесь камеры, они говорят, работают, ночное видение. То есть, но ты никогда не можешь быть страховым полностью от силы, я не сам это признаю. Не случайно они отправились с нами, три машины и все-таки людей с оружием, да. И как бы я вот так вот думаю, блин, куда меня занесло все это. После выпуска из Карабаха я дал себе слово, что больше никогда добровольно не полезу в окопы. Но здесь, в Ираке, окопов почти нет. В качестве укрытий использовали дома в деревнях местного населения. После освобождения этой территории, когда война закончилась, дома, где базировались ИГИЛ, уничтожались. Теперь здесь только колючие проволоки, километрами и блокпосты. Посмотрите внимательно, база самодельная, бойцы навалили мешков с песком, установили будку из цемента, там вдали сарайчик для сна и цистерна для воды, чтобы дежурить можно было круглосуточно. Это охранный узел для защиты нефтяного насоса. Как видите, нефть здесь. Да, друзья, самые жестокие бои происходили на территориях, где под землей есть залежи нефти. Стратегия боевиков с черными флагами была в том, чтобы стать финансово независимыми, захватить нефтяные месторождения, заводы и так далее, и продавать нефть дешевле мировых цен. Конкретно вот эту зону называют нефтяной пустыней. Дело в том, что здесь прям такие мощные залежи нефти. И на самом деле это та самая зона, которую до сих пор не полностью контролирует правительство. То есть, чтобы вы понимали, местные здесь даже спят по ночам с оружием в руках. Дорога, по которой мы едем, была заминирована. Сейчас здесь проехать можно, но нам все равно говорят, что здесь нужно делать все быстро и не гулять особо по деревне. Совсем рядом от линии разграничения, где шли вот эти жуткие бои, находится вот эта деревушка. Совсем небольшая, причем выглядит очень аутентично. Посмотрите, вот, например, вот так выглядит помещение, где они держат скот. То есть, это такая мазанка условная, сделанная из глины. Вот, каких-то опилок, там вот здесь вот курицы, там вот они вот коров держат и так далее. Дело в том, что деревушка совсем маленькая. То есть, здесь буквально домов 10. И когда они сюда вошли, боевики, я имею в виду, то есть, они делали то, что, в общем-то, делают всегда и везде. Вот, но самое удивительное, это то, что у них был целый список людей, которые так или иначе связаны с правительством, с иракской армией. И, в общем, они начали делать то, что делали обычно. Саламу алейкум. Всех лея. Саламу алейкум. Нас заводят в зал для молитвы. Угощают безумно крепким кофе и очень кислым айраном. Это знак уважения, но напряжение все равно есть. Скоплений людей в таких местах вообще надо избегать. А тут еще и все самые влиятельные собрались, мужчины и старейшины. Человек с платком на голове, местный мэр и одновременно пекарь деревни. Зовут Гази Аль-Шихаб Хамад Аль-Абайди. Говорит, что искренне рад нам. Немногие доезжают до сюда, чтобы выслушать истории местных. Но улыбаться у него не получается. Честно сказать, я вообще не понимаю, как он находит силы просыпаться каждый день. Когда сюда зашли боевики, первым делом они забрали двоих его сыновей. Мои ровесники, 29 и 26 лет. Моих детей забрали в мае 2016 года. Они оставили их в районе Хавиджи. Мы даже записывались, чтобы увидеться с мальчиками, потому что они не позволяли нам видеться в течение двух месяцев. Последний раз, когда я ходил к ним во вторник, они сказали мне приехать в субботу, так как там был праздник. И мы отдадим вам мальчиков в субботу. Они сказали, что хотят, чтобы я приехал с людьми из села. Это кто вам сказал? Террористы Гилл. Это была тактика боевиков. Входя в деревню, они поначалу хотели показаться бойцами за справедливость. Они говорили нам, что правительство – это тираны и отступники, и что мы должны следовать их путем. Клановое имя этого человека, аналог нашей фамилии – Салим Аннуайми, такой же, как было у его братьев и сестер. Вглядитесь в его глаза. Он вроде спокоен, а в них как будто застыли слезы. Они просто выламывали двери домов тех, кого они разыскивали. Что касается других, то их обыскивали менее жестко и искали оружие и книги. Что случилось с вашей семьей, когда они вошли в дом? Они уже были уставшими тогда. Мои все спрятались. Вы потеряли кого-то из своей семьи? Я потерял пять братьев и сестер. Один служил в национальном собрании, двое в национальной квартире. Моя двоюродная сестра и женщина. Они сожгли их. Здесь, в этой деревне? Нет, в другой деревне под названием Аль-Хазаиф. Просто потому, что они были офицерами. Гази Аль-Шихаб Хамад Аль-Абайди заставлял себя верить до последнего, что его двое мальчиков живы. Как ему и сказали, с другими мужчинами он прибыл в село, где сдержали его детей. Я был там в пятницу, но мне сказали, что двое моих сыновей были убиты, и один из моих родственников был с ними. Все трое в один день. Вы понимаете, почему их убили? Причин много. Они обманули нас. Они должны были позволить семьям выйти из Киркука. Люди взимали плату за одежду, за продажу сигарет и за уход за бородой. А если захочешь уйти в другое место, тебя просто убьют. Вы думаете, что они хотели, чтобы ваши дети присоединились к ним? Да, они хотели, чтобы к ним присоединился целый регион. О чем вы думали тогда? Я пошел и увидел двух моих сыновей, убитых и лежащих на земле. А также моего троюродного брата. Мы, жители деревни, собрались и вместе похоронили их. Мы обещали отомстить. Убить их всех по одному. В этот момент нам напоминают, что нужно торопиться, потому что, оказывается, нападение боевиков здесь изредка происходит до сих пор. Мы уже уходим, как один из старейшин не выдерживает и рассказывает, как все есть на данный момент. Основная проблема сейчас — спящие ячейки, особенно в долинах и там, где есть плантации. Они влияют на жизнь, работу людей. Люди психологически подавлены. А были нападения? Да, были нападения. И ночью мы взялись за оружие вместе со службами безопасности. Вот она, та самая причина, по которой в эти районы не пускают ни туристов, ни иностранцев в целом. Эти машины из сил спецназначения, у них есть правило. Нельзя возвращаться обратно по тому же самому маршруту. Поэтому сейчас я, например, попросил вернуться, чтобы мы сняли там один момент. Они сказали, что мы не можем поехать по этой же дороге. Потому что, естественно, как вы понимаете, да, то есть вот эти спящие и не совсем спящие ячейки, они, конечно же, отслеживают все машины правительственные. А правительственную машину, если узнать очень легко, это, как правило, большой джип с тонированными стеклами. Потому что тонировка разрешена только правительственным машинам. Так вот, они, конечно, их отслеживают максимально. И как бы появление такой машины, в общем, сразу провоцирует внимание. И поэтому возвращаться тем же самым путем означает нарваться на людей, которые тебя уже заметили. Поэтому сейчас мы меняем маршрут. Перемещаться по Ираку на автомобиле сейчас достаточно безопасно. Но на дорогах много чекпоинтов, пунктов проверки документов. И тут приходится простаивать долгие часы. Поэтому, конечно, быстрее и удобнее использовать авиасообщение. Вы удивитесь, но в разрушенном Ираке работает пять гражданских аэропортов. И еще четыре находятся на стадии восстановления. Из Москвы сейчас можно долететь в три. Багдад, Басру и Эрбиль. Но тоже с пересадками. Так что добраться до Ирака сегодня это абсолютно реальная задача. Я вам даже подскажу способ, как можно сэкономить на этом перелете. Нужно использовать тревел-карту в приложении One2Trip. One2Trip это лидер онлайн рынка сервиса путешествий в России и странах СНГ. С ним легко организовать любую поездку, забронировать билеты и отели по хорошей цене. Кроме того, путешествие с One2Trip это еще и очень выгодно. Достаточно скачать приложение One2Trip, потратить ровно одну минуту на то, чтобы выпустить карту. А точнее, на самом деле, даже меньше. Здесь буквально пару раз нужно прикоснуться к экрану. Вот она, карта с большим кэшбэком. И после этого получать кэшбэк при оплате через приложение. 8% при бронировании авиабилетов, 9% при бронировании ЖД-билетов и 11% при бронировании отеля. Кстати, использовать эту карту можно не только в путешествиях. Добавьте ее в Apple Pay или в Google Pay и оплачивайте ей любые покупки, получая 1% кэшбэка с каждой покупки. Причем, для того, чтобы оформить эту карту, не нужно идти ни в какой банк. Она оформляется онлайн, ее обслуживание бесплатно. И при первой покупке вы получите 500 трипкоинов, это специальные бонусы сервиса. Хотите, чтобы любое путешествие оставило не только приятные эмоции, но и неплохой кэшбэк? Планируйте его с One2Trip. Ссылка в описании. Власти очень беспокоятся о безопасности каждого приезжающего и не хотят допустить похищений или чего-то ужасного. В крупных городах ситуация полностью другая. ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО Итак, друзья, я прошел, причем очень быстро проходит досмотр, буквально минут 10, как бы вообще вся процедура прохода. Мне поставили визу. Вот так выглядит моя виза. Причем, зацените, как бы, уровень визы. Тут даже фамилии моей нет. Типа, просто Антон. И все, как бы. Чтобы вы понимали, раньше для того, чтобы въехать в Рак, нужно было проходить сложнейшую процедуру. Моему товарищу пришлось ездить шесть раз в посольство Ирака в России, чтобы получить разрешение на въезд. Но всего три месяца назад правительство Ирака решило открыть страну для туристов из 30 стран. Прилетаешь с тестом на ковид, платишь ровно 77 долларов, Причем сдачу ни с 80, ни со 100 долларов не выдают. Проходишь в аэропорт и попадаешь в легендарный Багдад. Первое, что бросается в глаза – количество военной техники. На трассе могут стоять военные грузовики. Вот американская бронемашина «Кугуар». Броневик созданный, чтобы ездить практически по минам, с V-образным днищем. Оно хорошо противодействует осколкам. В городе повсюду американские внедорожники «Хамби». Тачка, которую можно с парашютом с самолета десантировать. Стоит на вооружении США. На многих из них установлены специальные дуги. Это для войны в городских условиях, чтобы тачку не придавило какой-нибудь бетонной крышей во время бомбардировок. Мест, где дежурят военные – бесконечное множество. Полноценные фортификационные сооружения, где целый отряд бойцов поместятся. Огневые точки с прорезями для ведения огня. Есть места для лёжки с автоматом или пулемётом. Этот человек, правда, куда-то ушёл на обед. Нормальная картина, когда на одной дороге лошадь везёт телегу с коробками, а перед ней едет бронированная машина полиции. Их здесь очень много – все синего цвета. Повсюду стоят блокпосты. В некоторых местах стоят прям танки. В некоторых ПТ и арене большинство блокпостов – вот таким образом. То есть это такая машина полиция, она бронированная. Обратите внимание, прямо за моей спиной, видите, там стоит человек с пулемётом, с таким машинганом. Вот. И как бы такие стоят прям, ну, чуть ли не через каждые 2-3 километра. Вот. Это, конечно, в общем-то, наверное, даёт людям ощущение безопасности. Вот. Но при этом ты понимаешь, где ты находишься, что называется. Вот так выглядит типичный патрульный пункт. Самодельный гараж из деревянных палок и куска железа. Под ним – полицейская машина с пулемётом. Вот он покрупнее. Пулемёт Калашникова – страшная машина для убийства. Способен выпускать по 600 пуль в минуту. Но присмотритесь – пулемётчик тупо спит. Отдыхает. Вот другая машина. Тут дуло пулемёта вообще зачехлено. Хотя издалека этого не видно. Для пешеходов чекпоинты тоже есть. Это нормальная история, когда ты вот так идёшь-идёшь по Ираку, по Багдаду, да, например. И вот сзади меня… Там вот видно – человек с автоматом стоит. Это как бы чекпоинт пешеходный. Вот прям повесил, да, видите, автомат на спину. И стоит. Вот. Также тут невероятное количество таких же чекпоинтов автомобильных. К большому количеству военных привыкаешь довольно быстро, учитывая, что в последние годы они здесь скорее для спокойствия людей, чем для реальных боевых действий. По-моему, за прошедшие четыре месяца не было никаких взрывов, террористов, смертников или других лиц. Но каждый день или каждую неделю происходит убийство государственных работников, активистов или кого угодно другого, кто плохо отзывается о правительстве. На прошлой неделе в Багдаде был убит офицер службы разведки. Ну, например, для туристов здесь безопасно? На данный момент – да. Здесь пока не сообщалось о случаях похищения или убийства туристов из какой-либо страны. На самом деле, два года назад здесь похитили двух немецких туристов, но я думаю, это произошло по политическим причинам. И в результате все было решено мирным путем. Парня зовут Озен. Он, кстати, младше меня, ему 28. Он наш консультант по безопасности. Встречал меня из аэропорта. Первые 20 минут ты едешь абсолютно по пустым дорогам, и кажется, что странная жуть. Потом появляются столбы, похожие на виселицы. Но как только ты преодолеваешь свои внутренние стереотипы об Ираке и узнаешь хоть что-то об этой стране на самом деле, ты понимаешь, что дорога пустая не из-за войны, она тут много лет как закончилась, а из-за ковида. Местные заботятся о приезжих и не допускают в аэропорт никого, кроме людей с билетами. А столбы – это никакие не виселицы, а заготовки, на которые будут вешать камеры, которые будут следить за превышением скорости на дорогах. Только будут пока. Сейчас все ездят как хотят. Вот эти дороги в Ираке – это просто прикол. Вот, например, едет Гелендваген, а вон, например, едет повозку с осликом на одной и той же улице. Это очень прикольно. А тут же, например, едут все машины в эту сторону, а какой-нибудь мотоциклист берет и едет в обратную сторону. И, честно говоря, я такого еще не видел нигде. Скажем так, город контрастов, смешивающихся у вас на глазах. Угадайте, какой марки такси? Это наша старинная Волга. Проехать на красный – абсолютно норм. На полном серьезе. Говорят, что некоторые из них тупо необязательные. Вот чувак посадил товарища на телегу. Это такой передвижной магазин. И катит поперек движения. Вот просто на мотороллерах едут по встречке. При этом никаких столкновений. Причем машины почти все чистые. Повсюду стоят чуваки с какими-то чудо-девайсами. Смотрите, ведра с фонтанчиком. Это у них такие мойки для машин. На одном конце насос, который опущен в какой-то водоем в траве. На другом – распылитель воды. Что вы думаете, это такое? Это заправка. Да, это такая реальная заправка. То есть чувак просто сколотил из досок какой-то прилавок, на котором у нас бабушки обычно, знаете, там пряники и клубнику продают. Вот. И просто разлил по бутылкам пепси, прямо из-под пепси. Реально. Вот так вот продается бензин. За вот такую бутылку он просит 2000 динар. То есть это примерно 2 доллара. Это дороже, чем самой, соответственно, станции. Вот. И поэтому чаще всего у него покупают как бы мотоциклисты. Те, кто ездят на мотобайках и так далее. Вообще, малый бизнес в Ираке развивается будь здоров. Вот почтенные мужчины в арабских одеждах сколотили деревянные лавки и поставили на них по принтеру. Организовали офисную точку. Печать, сканинг – все есть. На рынках иракских городов можно найти абсолютно все, что угодно. Вот, например, нетуристический киркур. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот здесь вполне себе такие красивые костюмы свадебные. Владелец – вот этот приятнейший человек в синей рубашке. Позирует мне с автоматом Калашникова. Потом идет к зеркалу, поправляет брюки, отряхивает пиджак. Вы когда-нибудь видели торговца оружием с розовым цветочком на лацкане? Когда я был ребенком, я любил оружие. Я увлекался им с детства. Я возился с оружием. Сколько оружия вы продаете за день? Одно, два, максимум три. Ровно пять минут ходьбы от отдела оружия, и на этом же рынке невероятная милота. Смотрите, здесь продают цыплят, и их красят в разные цвета. Вот, например, друг ко мне пришел красненький какой-то, да? Вот еще вот тут оранжевый. Стой, куда погнал? Да стой, иди сюда. Блин, оранжевый какой, какой шустрый. Это что-то абсолютно невероятное. Я такого не видел вообще ни в одной стране мира. Но это же очень круто, очень мило. Посмотрите, какой красавчик, а? Ну какой красавчик зеленый. Я бы себе, конечно, взял, даже смотри, они такие крохи, желтенькие, желтенькие. Посмотри, какой чудесный вообще перец. Круто, вообще кайф. Они тут в качестве подарков для детей. Так больше покупают. Вот еще одно ноу-хау, которого я не видел нигде. Маленький город на севере страны. Вы знаете, они организовали самодельный фонтан. Просто вот в каком-то корыте. Охренеть. Тут плавают карты. Вот. И я вообще не видел этого. Представляете, они как-то вот намусили целую систему. То есть какие-то кранчики идут. Там вот там находится, значит, насос. Он подает воду. Просто чудо-инженерные мысли. Просто здесь на рынке. Охренеть вообще. Кафе здесь очень не похоже на наши. Тут нет столов. Зато каждому полагается высокая табуретка, стакан кофе и кальян. При этом очень много хороших и качественных заведений. Надо только к ним заранее подготовиться. Ты приходишь в ресторан в Ираке и охреневаешь. Потому что, смотрите, ты открываешь меню и всё кверх ногами. Потому что... Вы, наверное, знаете, да, конечно, что арабы пишут справа налево. Не слева направо, как мы. Но они, оказывается, не только пишут. Тут у них вообще всё справа налево делается. Поэтому меню надо открывать вот так, наоборот. То есть ты открываешь меню и вот оно начинается. И так открываются все книги, паспорта, всякие брошюры. Абсолютно всё. И как бы это ещё не всё. У них даже в Инстаграме, в Ютубе, в общем, все телефоны иракские, они тоже наоборот. Вот, например, Инстаграм. Мы же привыкли, да, что типа иконка наших сторис всегда находится слева сверху. А тут она, вот она. Вот, видите? Типа она справа и эти сообщения тоже с другой стороны. И все сторис двигаются в другую сторону. Мы привыкли, что у нас вот здесь вот, да, лицо и справа всё написано. А тут наоборот. Значит, справа аватарка и слева написано всё. А вот так, посмотрите, они ещё слушают музыку. Это просто вообще. Я такого вообще не представлялся никогда. Знаете, вот всегда, когда включаешь снизу, бежит такая линия, точка такая слева направо, как музыка. Музыка идёт. Ну, длительность песни. А здесь наоборот. Эта песня движется, точка эта движется справа налево. Вот смотрите. В обратную сторону. То есть вот так. Это просто охренеть. И даже кнопка play, смотрите, повёрнута в обратную сторону. Это очень прикольно. Я такого вообще не видел. И это, конечно, сводит с ума. Хотя в иракском тиктоке всё как у нас. Также девочки мгновенно переодеваются. Почтенные мужчины прыгают в бассейн в арабских одеждах. Работяги на стойке снимают пранки во время обеда. Вот бык переворачивает медленного велосипедиста. Кстати, YouTube в Ираке тоже смотрят. У них тут даже свой Versus есть. Помните такой проект? Причём зацените, ребята реально талантливые. Из-за этой безумной жары мне реально иногда просто держать тяжело камеру в руках. Потому что тут просто настолько вот всё нагревается. Знаете вот это вот ощущение, когда вот оставил что-нибудь в машине. Например, телефон без чехла. И вот приходишь, там всё нагрелось на солнце. И прям в руки его не можешь взять, так вот бросаешь. Вот у меня тоже самое происходит прямо вот с камерой. Вот при том, что как бы я её держу и так в руках. Потому что температура плюс 50 это как бы норма. При том, что несколько месяцев назад я был на Чукотке. Там было минус 40. Короче, вот из-за этих постоянных диких перепадов и как бы температуры. И вообще постоянных погодных условий. Я стал в целом гораздо внимательнее относиться ко всему, что я беру с собой в поездке. И к технике, и к снаряжению. И по этой же причине со мной в этой поездке часы Sertina DS PH200M. Фактически, Sertina DS PH200M – это современный взгляд на классическую модель 60-х. В ней все плюсы тех часов. Крупный циферблат и слегка выпуклый безель сочетаются с современными материалами и технологиями, которые делают часы актуальными и супернадёжными. Недаром в названии модели используют буквы DS Double Security. Двойная надёжность. Сапфировое стекло с защитой от ударов не испортит настроение царапинами и трещинами. Калибр Powermatic 80 с автоматическим подзаводом гарантирует непревзойдённую точность и устойчивость к воздействию магнитных полей. Благодаря пружине баланса из материала Nevochron. И, конечно, потрясающее внимание к деталям. Например, задняя крышка или браслет. Не только здорово выглядит, он ещё и абсолютно комфортный даже в такую жару. Кстати, 200М в названии этих часов свидетельствует о том, что прямо в них можно опускаться на глубину 200 метров под воду. Я, кстати, давно хочу снять выпуск о подводном городе. Такие реально существуют. Поэтому, как бы, удобная тема. Купить эту модель Сертина или подобрать другую на свой вкус можно в каталоге фирменного онлайн-магазина. Все модели имеют гарантию 2 года и доставляются по всей России. Найдите то, что подчеркнёт вашу индивидуальность и подойдёт именно вам. Поверьте, там есть из чего выбрать. Ссылка уже ждёт в описании. Ещё одна деталь, которая бросается в глаза на улице – повсюду изображения военных. Вот огромный баннер, который рекламирует банк. В качестве модели выбрали бойца спецназначения в форме. Очень много счетов военных в образе супергероев. Вот у кебабщика рядом со столом с фалафелем висит фотография его друга в военной форме. Его больше нет, но память о том, как он воевал с террористами, навсегда. Война с запрещённой группировкой ИГИЛ здесь почти как наша Великая Отечественная. Коснулась чуть ли не каждой семьи. Наш консультант по безопасности Озен автомат в руках не держал, но во время войны с террористами он регулярно с волонтёрами ездил в горячей точке, чтобы передавать одежду, еду нуждающимся. А ты сам видел взрывы? Да, много раз. Несколько раз. Серьёзно? Я видел взрывы самодельных бомб, контролируемые взрывы. Я видел взрывы машин-смертников и тому подобное. В моём городе было очень много взрывов. Это привело к тому, что мы стали очень осторожны. Даже находясь дома, мы не подходили к окнам, мы не ходили в кафе, не сидели возле окон. Что значит не сидели возле окон? То есть вы действительно избегали каких-то мест? Обычно, когда происходит взрыв, стёкла лопаются и летят осколки. Все мы вели себя очень осторожно, потому что многие люди пострадали из-за этого. Даже сейчас мы испытываем панику, когда находимся в оживлённых местах. Мы ожидаем, что что-то произойдёт. Потому что в те годы много взрывов происходило в людных местах. И много мирных жителей погибло ни за что. Поэтому мы научились вести себя осторожно, избегать людных мест, не сидеть возле окон. Также люди научились самостоятельно баррикадировать окна. Они обматывают окна плёнкой. И когда происходит взрыв, и стекло лопается, осколки не разлетаются. Вы заматываете окна? Окна, которые ещё целые? Да. Если происходит взрыв, несмотря на взрывную волну, стекло не разлетается на осколки. То есть, например, если вы слышите взрыв? Если ты слышишь взрыв, значит он уже случился. Но иногда ты можешь видеть взрыв, но пока не слышишь ничего. Происходит взрыв, и через пару секунд ты слышишь звук. Ты слышишь звук. Мы сейчас остановились на трассе перед въездом в город Фалуджи. Буквально вот там, в нескольких километрах въезд. Мы специально туда не въезжаем, потому что началась какая-то странная история, которая может довольно опасно обернуться для нас. В принципе, Фалуджи – это город, который символизирует множество страданий Ирака, потому что здесь была война в 2003-2004 году, причём очень жёсткая война, когда Фалуджи бомбили с воздуха. Потом в 2014 году Фалуджи захватил ИГИЛ, и отсюда они планировали идти на Багдад, и пытались идти на Багдад, на столицу Ирака. На данный момент Фалуджи находится под контролем властей, и там вроде бы безопасно. Но случилась странная история. Со вчерашнего дня мне начали писать какие-то незнакомые люди. Просто в Инстаграм начали приходить сообщения от неизвестных чуваков типа «Антон, мы знаем, что ты едешь в Фалуджи». На самом деле посыл доброжелательный, то есть очень много людей хотят пригласить нас на ланч или всё куда-то, просто встретиться. Но ты никогда не знаешь, в какой момент среди этих доброжелателей окажется какой-то плохой парень, который связан с теми самыми спящими или не спящими ячейками террористов, которые всё-таки остались ещё где-то по Ираку. И поэтому мы думаем о том, что сейчас пока в город везёт нельзя, и мы ждём нашего контакта, он должен приехать сюда. То и дело подъезжают какие-то странные машины, подходят какие-то люди, знакомятся с нашим водителем. Я хочу встретиться лицом к лицу, чтобы получить некоторую информацию. Слушай, а какой шанс встретить в Фалудже плохих парней, как считаешь? Нет, это полностью контролируется армией. А что ты думаешь, им есть смысл похищать меня? Нет, никто тебя не тронет. Ты же с нами. Слушай, а помнишь, ты в первый день мне говорил, что несколько месяцев назад здесь взорвали определённых офицеров? Да, было такое в Багдаде. Но это были офицеры высокого ранга. Политики. Мы решаем пока не въезжать внутрь и написать тем ребятам в Инстаграме, откуда они знают, что я еду. Вся Фалуда условно знает, что вот я приеду, ещё и для меня какое-то дело понятия не имея, но это распространение прям по соцсетям. Нас наконец встречает наш человек в городе, но ребята говорят мне пока не выходить из машины. Просто оставайтесь в машине, когда я скажу, что всё нормально. Мы пойдём. Наш фиксер Мохаммед садится в машину к человеку и говорит нам ехать за ними. Когда въезжаешь в город Фалуджи, конечно, во-первых, поражает то, что очень много зданий разрушено. Просто вот прям сложено, как вот сложились этажи и так же до сих пор вот они и находятся в таком состоянии. Потому что бойцы-террористы, они взрывали практически все дома офицеров, а также бойцов спецслужб в момент, когда они здесь находились. Сейчас здесь очень большое количество чекпоинтов. Повсюду гораздо больше, на самом деле, здесь бронированных машин, чем в Багдаде. Вот, в целом атмосфера отличается тем, что это уже видно, что это совсем маленький город. То есть, малоэтажная такая застройка и едва ли вообще можно встретить здание без пулевых выстрелов. Подъезжаем к дому, где должна проходить съёмка и перед нами из ниоткуда появляется чувак на мотоцикле доставщика еды. Пристально на меня смотрит, куда-то звонит и долго не кладёт телефон, прям как в фильме «Повелитель бури». Останавливается прямо перед нами, ни еду не достаёт, ни внутрь не заходит, просто стоит, ещё и в маске. Я, честно говоря, замер и решил не подходить к нему, чё там у него в розовой коробке херст на этом. Все мне говорят «Антон, всё хорошо, это доставщик еды, ты чего?» Ну блин, похищение, друзья, выглядит именно так. Вряд ли плохие парни приезжают в костюмах террористов. Короче, когда он наконец достал уже свои пакеты, я вышел. Говорят, последние несколько лет здесь, в Фалудже, уже всё спокойно, не то что раньше. Мы здесь даже ходить не могли. Прям здесь не могли? Никто не мог. Я сейчас нахожусь на этом мосту через реку Ефрат. Это, на самом деле, была самая горячая точка, максимально близко к столице Ирака, Багдада. Потому что террористы чего хотели? Они, конечно, хотели захватить страну, и, соответственно, для того, чтобы захватить страну, ты должен захватить столицу. И именно вот здесь, вот это была дорога на Багдад, то есть они приближались вот к этому городу. Он называется Эль-Фалуджа. Город довольно известен тем, что ещё в 2004 году, когда была война предыдущая, соответственно, её очень мощно бомбили с воздуха. То есть эти были вот кадры, которые демонстрировали по телевидению, они облетели абсолютно весь мир. Так вот, спустя 10 лет им пришлось пережить ещё одну страшную трагедию. Потому что террористы через них приближались к Багдаду. И что они сделали? Они просто взорвали вот этот мост. Вот конкретно вот в этом месте, то есть посередине ровно моста, произошёл взрыв. Что они хотели? Они хотели, естественно, не допустить, чтобы люди убегали из этого города. Вот. А также не допустить, чтобы техника иракской армии могла здесь проезжать. Вот. Была страшная вещь. То есть невероятные бои здесь шли, на самом деле. До сих пор это место, на самом деле, под очень и очень большим контролем. То есть я вот сейчас снимаю на телефон, потому что, ну, меня увидели военно. Они сказали, типа, буквально две минуты тебе здесь даём, но никакой большой камеры здесь не должно быть. Ну, естественно, как вы понимаете, да, то есть война закончилась, но спящие ячейки, естественно, где-то везде есть. Поэтому, как бы, а ключевые, ну, скажем так, артерии, да, ключевые дороги, они не меняются с года от года, от года к году. Поэтому, естественно, за такими местами пристально наблюдают абсолютно все стороны. Именно через этот мост женщина по имени Майда пыталась убежать со своим мужем и детьми, когда боевики пришли к ним в город. Нам сообщили в новостях, сказали нам охранять свои дома и заботиться о себе. Сказали, что люди в масках напали на Фалуджу. Наши люди до утра охраняли местность. Так продолжалось долго. Но в то время они ещё не приходили в вашу местность? Нет, сначала не приходили. Но через полгода они напали и вошли в этот район. После этого мы переехали из сельской местности Фалуджи в город. Я боялась оставаться в деревне, потому что дома там были разрушены. Когда мы проходили по улице, они смотрели на нас, но мы не общались с ними и не разговаривали с ними. Мой сын отрастил бороду, но они не приняли этого. А что они ему сказали? Ты должен отрастить бороду. Представьте, что это такое, когда к тебе в город входят боевики, взрывают мосты, при этом вся жизнь вымирает. Минимум магазинов, кафе, в город ничего не ввести. Мы оказались в ловушке. Мы с отцом пытались выбраться из Фалуджи, но ИГИЛ не разрешила нам уехать. Мы жили в тяжёлых условиях, голодали и постоянно были бомбардировки. Они закладывали мины на дорогу? Да, были мины. Несколько семей погибли из-за мин. Они пытались переправиться ночью, как и мы. А сколько раз вы пробовали? Мы попробовали шесть раз. У неё открыты только глаза, но даже вглядываться не надо. Смелая женщина. Веет силой. Но как только речь заходит о муже, сдаётся. После шестой попытки побега она его так и не видела. Он был стар, населён и полон энергии. Он быстро бежал и велел мне бежать. Но голод нас обессилел. Мы с дочками побежали к правительственным войскам. Я смотрела на них. Однако мой муж был сильнее нас и побежал впереди нас. Он мог перейти дорогу, но мы не могли. А вы были уверены, что ваш муж перешёл? Или вы не знаете, что случилось? Нет, не видела. Бандиты кричали нам, вернитесь, они вас зарежут. Что касается моего мужа, то он был с группой, которую удалось перейти. И после этого о нём не было никаких известий. Вы думаете о том, что произошло? Да, я об этом помню всегда. Вы хотите, чтобы мы прекратили интервью, чтобы вы поплакали? Как хотите. Майда, как и тысячи других жён, искала мужа по друзьям, знакомым, давала объявления в газеты «Тишина». Боевики наступали молниеносно – июнь 2014-го. За шесть дней они берут второй крупнейший город Ирака – Масул, из которого будет мой следующий выпуск. Там до сих пор кварталы превращены в груды камней. Боевики не просто захватывают страну, они трубят об этом на весь мир. Профессиональные съёмки, где они казнят людей, с идеальной цветокоррекцией и выверенным фоном они распространяют по соцсетям, чтобы наводить ужас на людей ещё до того, как они приблизятся к посёлкам. Вскоре в ответ на живодёрские кадры боевиков силы Ирака, борющиеся с террористами, начинают свою пропаганду. Одного из самых ярких бойцов зовут Абу Израэль. Но после его фотографий с топором и автоматом в руках, который тоже наводит ужас одним своим видом, его начинают называть иракским «Рэмбо». Тем не менее, за три недели продвижения по Ираку боевики занимают крупнейшие города, освобождают заключённых из тюрем и идут на столицу Багдад. Это называется город Рамадия. Это был ключевой город на пути террористов к Багдаду. Посмотрите, в каком состоянии вот здесь находится вот это здание. Здесь она прям полностью разрушена, часть крыши просто свалилась. И выглядит жутко. Ты будто прям попадаешь в эту войну. Посмотрите, например, на этот контейнер, по которому просто вот хреначили со всех сторон. Он просто изрешечён жуткими вот этими пулями. Вот огромные, смотрите, пробоины, которые прям… Ну, в общем, видно, что бой был невероятно жуткий. Посмотрите, здесь вот колонны. То есть видно, что это было какое-то очень мощное здание. Посмотрите, просто колонн даже. Тут целые колонны не остались. До сих пор вот отваливается это. Надеюсь, конечно, все это дело не рухнет сейчас на меня. Вот. Но прям жутко. Абсолютно всё, смотрите, изрешечено. Повсюду. И пробиты стены. Представляете, вот прям здесь летали пули. И, честно говоря, прям жутковато. Очень жутко, на самом деле. Вот поднимаешься, вот заходишь сюда. Не осталось никаких перекрытий. Хотя, может быть, здесь и не было никаких перекрытий. Сложно сказать. Всё просто изрешечено этими пулями. И прям жесть. Видно, вот смотрите, здесь явно точно вот кто-то укрывался. Кто-то пытался вот здесь вот спасаться совершенно точно. Вот смотрите, что осталось. Вот просто решето. Местные рассказывают, что это был реальный штаб запрещенной группировки ИГИЛ. Человека зовут Ясер. В начале наступления армии мы были в своих домах. Мы видели шесть боёв. Вы своими глазами видели людей, которые были здесь? Да, они погибли при бомбёжке. Был беспорядочный миномётный обстрел. Вот, а самая жесть. Вот посмотрите, например, вот на вот крышу вот этого здания. Да, она арматура осталась. Вон лежит и всё. Просто, просто дикая дичь. Когда армия атакует, террористы собираются возле горожан и происходит бомбардировка. Вот видите, несколько домов друг с другом стоят. И как бы террористы туда засаживались для того, чтобы не выходить на улицу и, соответственно, не ставить себя под угрозу во время перестрелок. Они просто пробивали стены дыры в стенах внутри и переходили из одного дома в другой. Мы прятались в самой дальней комнате, чтобы защититься от пуль. Они использовали возвышенности и направляли туда снайперы. Вот мы нашли здесь вот несколько вот этих остатков от пул патрона. Это вот от 78-й. В общем-то, это пулемёт, жуткая штука. Пробивает реально вообще практически множество заграждений. Вот эта вот штука, это вот от Калашникова. Это вроде как бы 74-й, насколько я знаю. Но я небольшой специалист оружия, поправьте мне, если чё. А вот это вот тоже от пистолета. То есть абсолютно все виды оружия. Вот. И просто прям жутко реально, честно говоря, становится. Просто вот посмотрите на эту жесть. Пули летали, как пчелиный рой. Глядитесь в то, что у меня в руках. В большую гильзу попало ещё два раза. Она сама как Решто. Оружия и мин здесь было столько, что их до сих пор находят. Спустя четыре года после боёв. Сейчас у нас почти тысяча единиц взрывчатки. Нам сказали, если мы видим подобное устройство, нужно бросить его в воду и оно сломается. Знаете, что сейчас в здании бывшего штаба боевиков? Магазин. Вот они на лесах взвешивают мешок, продают корм для скота. А рядом дети играют в футбол. Не совсем футбол, просто мяч гоняют. Но когда смотришь на них и на то, что рядом появляются дома, в которых нет ни единой пули, понимаешь, что жизнь в Ираке идёт вперёд. Мы выезжаем из Фалуджи, и мои товарищи сказали, что нужно поменять машину. Мы выезжаем на другой машине. Смысл в том, что даже если гипотетически кто-то сильно заинтересовался моей личностью и вообще срисовал меня и нашу машину, то, конечно же, в первую очередь запоминают машину номера и так далее. И даже если кто-то попытается начать вдруг следить за мной, то, естественно, они будут искать машину. Поэтому мы выезжаем на другой машине. Мы едем на встречу с тем самым иракским Рэмбо Абу Азраэлем. Встретиться с ним очень непросто. После того, как его снимки и видео разлетелись по всему миру, он стал реально звездой. Причём у него как много фанатов, так много и хейтеров. Его фраза «Эл-Латахин», что переводится как «Уничтожу в пепел», становится мемом не хуже нашего радиоактивного пепла. Абу Азраэля рисует в мультфильмах, интервью с ним за большие деньги снимают крупнейшие мировые телеканалы, а боевики запрещенной группировки «ИГИЛ» вносят его в топ-лист своих злейших врагов и бросают отдельные команды на поиски иракского рэмбо. Мы договорились об интервью с ним где-то уже около месяца в общей сложности. Он постоянно у меня есть свое время для меня. За последнюю неделю он согласился, два раза отказался. Сейчас в третий раз он в итоге все-таки согласился. Вот мы сейчас едем на встречу, но проблема в том, что он постоянно меняет свои места, локации. То есть кто-то знает, где он конкретно живет, где он пассируется и так далее. То есть понятно, логично, что именно так себя должен вести. Человек, который не хочет, чтобы его найти наши люди, головорезы в черном. Время между тем 10 часов вечера. Не самое безопасное время в Багдаде просто. Поэтому договорились сейчас такая, что мы едем в какую-то конкретную точку в Багдаде. Там на нас встречает дневный человек садится к нам в машину. И дальше вместе с ним мы едем. Он будет показывать, куда ехать. Перемещаться по Ираку после захода солнца иностранцам крайне трудно. На каждом блокпосте вас остановят, спросят, почему и куда вы едете. Все-таки эксцессы бывают. В день, когда я прилетел в Багдад, на американскую базу напал дрон. А за неделю до моей поездки здесь взорвали ресторан. В итоге мы доезжаем до какого-то парка и ждем. Появляются два каких-то молодых парня в масках и идут за собой. Садятся к нам в машину и показывают дорогу. Атмосфера максимально непонятная. Чего вдруг он согласился дать мне интервью? Почему сам не встретил? Куда нас везут? Отвлекали меня только красивейшие виды Багдада. Реально, едешь по некоторым районам и прям восхищаешься, как круто они шагнули вперед после победы над запрещенной группировкой ИГИЛ. Посмотрите, например, на Багдад Мол. От количества мигающих гирлянд глаза на лоб лезут. Сияющий небоскреб, лунопарк в неоновых фонарях, как из американских блокбастеров. У Ирака реально огромный потенциал. По данным управления энергетической информацией США, страна находится на пятом месте по запасам нефти в мире. Черного золота здесь в три раза больше, чем в Соединенных Штатах, больше, чем в Арабских Эмиратах, России, Катаре. Много ли от этого пользы людям? Есть мнение, что именно огромные залежи нефти принесли в страну большое количество страданий. Ее нашли здесь почти сто лет назад, но долгое время иракцы от своих ресурсов не получали практически ничего. Начало 20 века. Территория Ирака – часть знаменитой Османской империи, пожалуй, самой мощной державы 16-17 веков. Ее разбивают в Первой мировой войне, и территорией Ирака распоряжается одна из стран-победительниц – Великобритания. Через 12 лет Ирак получает независимость, но свое главное богатство – нефть иракцы не контролируют. Черным золотом распоряжаются Англия, Франция, США, а точнее их консорциум – туркиш-петролиум. Антизападные настроения нарастают в стране десятки лет, и вскоре в Ираке появляется молодой и яркий политик 20-летний Саддам Хусейн. Он выступает за свержение установленной Британией – Иракской монархии, принимает участие в двух переворотах, и в 1968 году приходит к власти, начинает сотрудничать с Советским Союзом и, набравшись смелости, национализирует главную компанию, которая продавала нефть на Запад. На этой волне Хусейн становится суперпопулярен среди населения, улучшается образование, здравоохранение, и в 70-е Ирак становится по количеству денег условным Дубаем – одной из богатейших стран арабского мира. Нефть при этом приносит 95% валютных доходов страны. Скоро Саддам начнет превращаться в диктатора, который будет уничтожать всех несогласных, поэтому люди сегодня вспоминают те времена по-разному. Во времена Саддама люди не могли покупать фрукты. Сейчас они могут купить их, даже если у них мало денег. Только богатые могли позволить себе фрукты. К примеру, один банан стоил тысячи иракских динаров. Тогда это были другие деньги. Во времена Саддама, к примеру, учитель получал 3000 динаров. Этого человека зовут Алла. И он теряется, когда я его спрашиваю, когда было лучше – при Саддаме или сейчас. Говорит, возьмите для примера простую питьевую воду. Во времена Саддама они покупали лед, добавляли в воду и пили. Сейчас у них есть холодильники, но нет электричества. Разница в том, что сейчас люди могут купить больше вещей. Если у них есть доход, они могут купить холодильник, мобильный телефон, кондиционер. Но они до сих пор живут за чертой бедности. Вот так выглядит старый город Багдада. Совершенно невероятная атмосфера. Это реально как будто в каком-то Алладине, как будто в фильм, где вас погрузили. Ну, такой не в диснеевский, а такой какой-то трушный, знаете. Вот эти вот невероятно красивые мечети, выложенная мозаика, безумная красота. Вот, и вообще на самом деле здесь прямо, ну, такой, знаете, старый какой-то прямо базар-базарчик такой вообще. Потому что машины старые вот тут, значит, бегают, гоняют эти бесконечные тук-туки, мотоциклетные какие-то установки. Вообще очень необычная архитектура. Я такого никогда не видел. То есть снизу прям такие колонны с закосом, знаете, под какую-то древнюю Грецию. А сверху вот просто вот старый город нашей Самары, моей родной. Посмотрите, потому что это вот такие деревянные какие-то избушки вот реально на курьих ножках. Но здесь на мощных таких ножках. Вот, и они, обратите внимание, то есть почти все сгоревшие какие-то, выбиты стекла практически везде. Вот. И живет здесь довольно много людей. То есть такая очень необычная, прикольная атмосфера на самом деле. Довольно приятная. Старый город – это когда ты идешь по мощеной улочке, а повсюду дома, которые не перестают строиться ввысь. Это абсолютно нормальная практика здесь не достраивать дома, потому что, например, ну семья расширяется, да, и как бы дальше, то есть просто надстраивают еще один этаж, и семья продолжает жить. Папа этого чудесного малыша Мустафа женился, перевез жену в дом к своим родителям и надстроил еще один этаж над их комнатой. На эту комнату я потратил 4 миллиона динаров. Это 2700 долларов. А кем вы работаете? Я военный, солдат. Врагская армия? Да. У вас должна быть, наверное, хорошая зарплата. Не очень большая, потому что у меня нет звания. Один миллион двести тысяч динаров – это всего 820 долларов. Из плюсов – платить ни за квартиру, ни за дом не надо. Это правда, то есть что в Ираке нет налоговой системы, то есть вообще как бы нет налогов? Да. Тут посмотрите, если у человека свой дом, то есть он не должен каждый месяц платить какие-то лишние деньги государству. Но тут тоже есть минус, то что мало электричества. То есть мы электричество покупаем, это не так дешево. То есть государственные системы по распространению электричества нет? Есть, но не так круглосуточно, допустим. Ну, на сколько? То есть, может, 10 часов в день они дают и все. 10 часов в день только электричества нет? Да, да. Может, 12, может, 8. Иногда бывает все вообще на 2-3 дня. Поэтому мы покупаем у частных генераторов количество ток. Знаете, сколько в месяц платят? Вот угадайте, 50 долларов, 100, 200 или больше 1000 долларов? Если у вас в дом кондиционер, холодильник, морозильник, телевизор, то есть вам надо в месяц оплатить 150 долларов. 150 долларов? Да. Примерно. Прилично, на самом деле. У нас это прям довольно много. Да, дорого, тут все дорого. Вода есть, но и вода стоит почти бесплатно, кстати. Вот. Просто люди сохраняют ее. Если что, сюрприз. Как раз вот так, да? Да. Выключилось электричество, да? Да, надо будет ждать, может. Через 5 минут электричество снова включают. Лида говорит, быстро привыкла. Из России она переехала 2,5 года назад. Любовь практически с первого взгляда. Встретила иракца с чудесным именем Гайд, а через 3 недели уже поженились. Сейчас растят вместе вот этого красавца. Хотя, возможно, встретятся они в Ираке, все было бы иначе. Здесь брак – это во многом договор. Часто бывает, что молодой человек и девушка, часто бывает, они знакомятся, но вот уже не сразу. Бывает, что, к примеру, мать или сестра увидит девушку и потом расскажет дома, что девушка хорошая, красивая. Потом женщины идут знакомиться. Только после этого, я правильно говорю, придут мужчины. Да, и уже если там договорятся, тогда они будут знакомиться и общаться. Поэтому брак во многом… Договорятся о чем? К примеру, какие условия, как они будут жить, будет где жить. Сейчас молодежь, но смотря какая семья, какой у них достаток. Бывает, что девушка ставит условия, что только не с родителями, что она хочет отдельное жилье. Сейчас это часто. И вот условия. Какую технику правильно дарят? Сколько золота дарят? В килограммах. В килограммах. В килограммах? В килограммах. В килограммах. Естественно, если парень с девушкой друг другу не понравится, то свадьбы не будет, несмотря на все договоренности. Но если все-таки поженились, дальше особые правила. Прикасаться к чужой женщине нельзя. Смотрите, микрофон для интервью с Лидией гайд прикреплял к ее одежде своими руками. То есть, к примеру, даже придя в магазин, когда передают деньги, не касаются друг друга. Мужчина не касается? Да, не касается, там мелочь как-то будут передавать или через мужчину. А я была удивлена, когда, к примеру, со мной говорят, но на меня не смотрят. И в России я бы подумала, что это признак неуважения. Ну как, на меня даже не смотрят. Здесь наоборот, это то есть мужчина уважает женщину, что он ее не разглядывает. Еще одна святыня – дом. Почти никогда эракцы дальше специальной гостевой комнаты к себе не пускают. Даже если вас пригласят переночевать, вас положат в первой комнате после входа. И даже если вы захотите в туалет, без сопровождения внутрь заходить не положено. Исключения, конечно же, бывают. И, возможно, если у вас есть какие-то друзья, они вас пустят к себе. Но в основном так. Для меня тоже сделали исключение. А так выглядит довольно типично и дом непосредственно вот в этом районе. То есть, как правило, здесь живет, ну вот конкретно здесь живет больше десяти человек. Одна основная гостиная. Вот. И здесь как бы все. Тут и вот, соответственно, кто-то может спать и телевизор смотреть. Тут же вот и санузел, так называемый. И, ну, как бы, моют, и руки, все остальное. Вот. Здесь вот находится непосредственно спальня. Вот. Как бы дверей нет. Огорожено все такими обычными шторками. Надо сказать, что здесь конкретно довольно прохладно. То есть, молодцы. Они прям поддерживают хорошую температуру. Приятно. Благодаря тому, что вот работает вентилятор. Вот. Есть кондиционер, но он не работает постоянно. Более того, даже холодильник не работает постоянно. Вот, например, прямо сейчас. Вот он конкретно не работает. Вот я... Да, прям слышно, что он не работает. Потому что люди экономят электричество таким образом. На полу, обратите внимание, здесь вот плитка. То есть, некие ковролины, линолеумы тут не приняты. А вот так выглядит кухня. Тут, в общем-то, довольно-таки, скажем так, уютно прямо на самом деле. Вот. При том, что довольно скромно. Ну, в общем, все есть. Основная... Основная этажерка. Вот. И как бы на ужин сегодня они готовят... Вот конкретно в этой кастрюле готовятся кишки овцы вроде как. Это, в общем, самый дешевый вид мяса. Его просто заливают водой вот сюда вот. И готовят на всю семью. И вот рис еще тут на гарнир. Вот. В целом, ну, не самые, как вы понимаете, богатые люди живут конкретно здесь. Глава семьи тот самый Алла, добрый и трудяга. Сколько в день или в месяц вы получаете? Две тысячи иракских динаров в день. Это около семи долларов. Это ничто для Ирака. Вам хватает этих денег? Этого недостаточно. Поэтому он работает еще на одной работе. Еще много денег уходит на медикаменты для стариков. Сестра Алла показывает руку. Это был снайпер. Рана все еще болит? Да. А когда это случилось? В 2006-м. И знаете, она считает, что ей еще повезло. В 2006-й и вообще все те годы были страшные. Мой отец сидел здесь, в двери. И пуля попала ему прямо в сердце. Его убили. Мы его брата похитили. Но сказали, что он погиб, потому что его тело не было здесь на тот момент. Мы не знали, где он. С того времени до сих пор говорят, что он погиб. Пуля, которая попала в отца, вы знаете, откуда стреляли? Стрелял террорист, Аль-Каида. За атакой стоит группировка Аль-Каида, которая базировалась в Афганистане. Но американский президент Джордж Буш вскоре начинает активно говорить о том, что терроризм поддерживает президент другой страны, Ирака, Саддам Хусейн. Он диктатор, у власти 23 года, весь Ирак в его портретах к тому моменту. На каждом десятом кирпиче при строительстве, а точнее при восстановлении исторического Вавилона, он приказывает писать его имя. В Багдаде, как и в Северной Корее, открывают музей подарков Саддаму. Его переизбирают на референдуме, где в бюллетене кроме него нет ни одного кандидата. На предпоследнем голосовании у него рейтинг 99,96%, на последнем ровно 100%. Еще Саддам ненавидит американцев и говорит, что планы США идут не куда-нибудь, а против человечества. И многие его поддерживают в этом. США, в свою очередь, тоже уже 4 года как в открытую пытаются его свергнуть. Говорят, что Саддам разрабатывает оружие массового поражения, поддерживает терроризм. И через 2 года, после теракта с небоскребами, США и Великобритания начинают военное вторжение в Ирак. Посмотрите, так выглядит довольно типичный пейзаж Багдада. Это такие вот старые дома, серые, давным-давно они граждане. Причем, если присмотреться, вот посмотрите, например, эти дома просто изрешечены пулями. Вот, верхний, средний, нижний этаж, все просто изрешечено пробоинами. Прям, как бы, некоторые из них замазаны, многие из них нет. Авиация, артиллерия, пехота, меньше чем за месяц войска США и Великобритании громят армию Саддама. Наступая с трех направлений, они входят в Багдад, и страна разделяется на тех, кто лупит тапками по опрокинутой статуе Саддама, и на тех, кто в нескольких километрах отсюда поднимает руки в честь него и кричит «Нашу кровь и душу отдадим ради Саддама». Сам Кусейн скрывается, меняя по три раза в день свое местоположение. Но его вытаскивают из-под земли, из какого-то подвала в деревне. С собой у него 750 тысяч долларов США, два калаша, пистолет и два телохранителя. Его судят, он три года проводит в одиночной камере. Ему разрешают повесить портреты двух погибших сценарей, но рядом вешают портрет американского президента Джорджа Буша. Он курит сигары, которые ему присылает семья, и поливает сад в прогулочном дворике, где растут одни сорняки. Суд присуждает ему казнь через повешение, которую воспринимают очень неоднозначно. Последователи Саддама уходят в подполье, активизируются радикалы, и в стране начинается партизанская война. Идешь ты себе такой спокойный по Багдаду, повсюду зеленые деревца, машины ездят довольно чистенько. Смотрите, многоэтажки, кажется, ну обычный такой спальный район. Но если присмотреться, на самом деле все вот эти здания, многоэтажки, они буквально изрешечены пулями. Присмотритесь, очень-очень много попаданий. Причем если присмотреться, можно даже понять, что около конкретной этажи, вот, например, в 10 этаж точно целились довольно конкретно, потому что там прям вот, ну, густое такое скопление попаданий. Дело в том, что по этой дороге много лет ездили американские военные в сторону своей так называемой green zone, там, где они базировались. И вот из этих квартир по американским машинам, по американской технике, соответственно, стреляли люди, которых называли словом resistant, то есть как бы сопротивляющиеся. Вот, соответственно, сами американцы в ответ стреляли по этим квартирам и пытались выкуривать тех, кто хочет устроить им засаду. И продолжалось это довольно долго. Что интересно, здесь до сих пор сейчас живут люди, то есть они там вот сушат ножки, вещи там, кто-то выращивает, где-то растения, кондиционеры у них работают. И при этом вокруг, да, все изрешечено патронами. Эти здания стоят ровно напротив старого города, того самого, где убили папу друга Али и где подстрелили руку его сестре. Аднан Абу Мухаммин много лет работает здесь продавцом. Здесь, когда мы начали сопротивление, пришли американцы, и Аль-Каида воевала против них. Они разбили американцев, потом начали побеждать полицию и армию, началось разделение по религиозному признаку. Были постоянные взрывы, ситуация ухудшалась. Произошло вооруженное столкновение на площади Талаина, в результате которого возникли споры и конфликт между шиитами и суннитами. А какой этап вашей жизни вам показался самым тяжелым? Когда они шли с тремя или четырьмя убитыми людьми, а на этих улицах лежали тела. Хаджи Говорит, для него уже 13 лет все дни как один. Вся его семья, четверо детей, внук, жена, всех не стало в один миг. Я сидел, где я сейчас сижу. 5 марта 2007 года грузовик Киа въехал на улицу рядом с кафе и взорвался. Все здания рухнули, кафе сгорело и 60 человек погибло. Я был легко ранен, а мои дети были в ближайшей типографии. Они были ранены тяжело, смертельно, и мы не могли вытащить их тела. Мы приехали на следующий день с нашими родственниками и некоторыми людьми из Багдада. И нам удалось вытащить тела, которые представляли из себя груды мяса. Потом мы их закопали. На мой вопрос, было ли при садами хуже или лучше, смотрит на меня и будто не понимает, о чем я. Из-за несчастья, случившегося с мальчиками, их мама сошла с ума и умерла. Это несчастье не позволяет мне думать ни о чем, ни о политике, ни о том, кто правит. Я словно убит мясником. Меня самого словно разрубили на части в тот день. Я похоронил ее рядом с детьми и вырыл себе могилу рядом в ожидании своей смерти. Я просто думаю о том, как я встречусь с ними. Если серьезно, то я просто влюбился в эту страну. Ирак – удивительное место с людьми, которые испытали гораздо больше страданий, чем где бы то ни было. Но сохранили при этом не только душу, но и любовь к своей стране. Возьмите, например, нашего сопровождающего Мухаммеда. Его дом, как и сотни других, во время войны был разрушен. Однажды мы мирно сидели в этом доме, и я увидел, что все начало лететь внутрь. Даже входная дверь задела мою маму, отца, который был на улице. Весь район был полностью уничтожен. И мы не понимали, почему. Страшное произошло с одним из моих братьев. Ему оторвало ухо, он не мог слышать. И он решил уехать в Европу, потому что там лучше здравоохранения. Ему требовалась хирургическая операция, потому что он не мог получить это здесь. Никто не хотел брать ответственность. И он не получил ничего. И он выбрал свою судьбу. Быть вдали от Ирака, Киркука и жить своей жизнью. Он не возвращался с тех пор? Нет, и не собирается, это точно. Это как-то отразилось на твоей жизни? Ты задумывался о том, чтобы тоже уехать? Ведь ты же тоже находился здесь. Я был тоже здесь, но мне повезло. И я избежал ранений. В момент взрыва возле моего дома я находился здесь. Я сидел здесь. Конечно, это ранило мою душу. Жители Ирака очень много страдали. Но я горжусь тем, что я родился в Ираке. Мы продолжаем борьбу за жизнь во всех аспектах. Иногда я чувствую, что моя душа сломлена. Но я продолжаю жить и бороться, помогать другим. Ему больше тридцати, а у него до сих пор нет семьи, хотя в культуре так не принято. Как ты думаешь, ты до сих пор не завел семью, потому что боишься, что что-то плохое случится снова? Честно говоря, да. Я не хочу создавать семью, потому что я не знаю, что уготовано судьбой. Если у меня будет ребенок, и если ему доведется пережить то, что пережил я, это не то будущее, которое я хочу для своих детей. По этой причине я хочу быть уверен, потому что я не собираюсь уезжать из страны. Даже несмотря на то, что произошло, и даже если начнется новая война, надеюсь, что не начнется, но я не уеду из страны. Я останусь здесь навсегда. Субтитры сделал DimaTorzok Люди, в следующем выпуске я расскажу вам, чем закончилось вторжение США в Ирак, а также мы пообщаемся с тем самым Рэмбо, который, оказывается, до сих пор выезжает на спецоперации по поиску террористов в горах. Это оружие, которым я сражался. У него два вида стрельбы — одиночный выстрел и стрельба по два выстрела. Это прибор ночного видения. Он позволяет тебе видеть в ночное время суток. Только те, у кого есть прибор ночного видения, могут видеть ночью и идентифицировать людей. Также есть лазер для идентификации жертв противника или для нацеливания на него. В каждом регионе есть своя техника и оружие. М4 есть и автомат Калашникова тоже есть. Но поскольку у меня на автомате была ракетница, она мне понравилась. У меня много опыта в ее использовании. Кстати, я ношу не только этот автомат. У нас также есть гранатомет и много другого оружия. Зацените его бронированный ленд-крузер. Возле люка на крыше у него подставка для пулемета, а в багажнике клетка, чтобы туда кидать пленных. Вау! Там тюрьма — это специальный дизайн. Никто не может выбраться оттуда. Когда ты попадешь внутрь, у тебя нет пути наружу. Когда ты попадешь внутрь! Также мы отправимся в бывшую столицу запрещенной группировки ИГИЛ в Ираке, город Масул, который до сих пор лежит в руинах. Здесь разрушен не дом, не улица, а целый квартал просто. Здесь вот все просто в щебень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Покажу вам съемки бойца с террористами от первого лица. Однажды его окружили боевики, и он реально хотел записать прощальное видео своей семье. Вот этот момент. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также съездим к традиционным народам Ирака, которые живут фактически на болотах и пасут коров прямо в камышах. То есть здесь уже очень много лет живут болотные арабы, которые вот на таких вот лодках, вот они поплыли, друзья, развозят свою рыбу. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий выпуск. Это был Лядов и как люди живут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok